Вы удобно устроились. За аренду не платите, за коммунальные платежи не платите, в договоре срок не указали. Пенсионерка решила продать квартиру. Потенциальные покупатели внесли задаток, вселились досрочно и живут уже полгода, забыв о необходимости оплаты и оформления сделки. А если я полгода буду, ваша честь, болеть, кто мне кормить будет? Кто мне будет еду покупать? Сам себе как? Деньги – серьезное испытание для мужской дружбы. Особенно, если должник не помнит, что брал у приятеля крупную сумму. Или просто делает вид, что забыл. Драку заказывали, да? А мы не заказывали, ваша честь. А вы не заказывали. Мы вообще ни разу не заказывали эту драку. Парень проиграл в настольную игру и должен был прикинуться брошенным любовником на чужой свадьбе. Но шутка не удалась. И ее последствия разбираются в суде. Истец требует устранения нарушения права собственности, прекращения права пользования и выселения ответчика из квартиры. Ответчик с иском не согласен. Судебное заседание объявляется открыто. Слушается дело по иску Панкратовой Галины Владимировны к Старковым Ольге Леонидовне и Олегу Викторовичу. Интересы Галины Владимировны в суде представляет Алексей Владимирович Панкратов по доверенности. Также интересы соответчика Старкова по доверенности представляет Ольга Леонидовна. Пожалуйста, Алексей Владимирович. Ваша честь. В суде я предоставляю интересы своей тете истца Панкратовой Галину Владимировну. Галина Владимировна, ваша тетя. Да. Так. И требую выселения вот этой личности и всех лиц, которые с ней связаны. Из квартиры, которые вам по сути не принадлежат. И находятся там на незаконном основании. Они вторглись в эту квартиру и теперь наглым образом не хотят оттуда выезжать. И даже не собираются это делать. Так, ответчик, помолчите. В общем, дело было так. Тетя моя переехала к моей маме жить, то есть к своей сестре Владимир полгода назад. Чтобы квартира не пустовала, она решила ее продать, так как она и не нужна. Она пенсионерка одинока, у нее больше никого нет, только получается я и моя мама. Только вспомнил. И потом, получается, она, занимаясь этим процессом, сами понимаете, что такое для пенсионерки продать квартиру. Тем более в первый раз. А на эту квартиру в ней с самого рождения, то есть с самого детства. Она переехала к своей сестре и свою квартиру решила продать. Да, да. Вот. Долго подходил к этому вопросу. Но сами понимаете, тем более для пенсионера, каково продать квартиру. Эти показы, эти толпы, тем более сколько фактов мошенничества, сколько. Вот не помогал же, да, а сейчас решил. Понимаете? Отвечек. Сколько стариков было, понимаете, оставлено на улице без денег и без квартир. Тут ей посчастливилось. Это ее единственное жилье. Это ее единственное жилье. Это жилье пришло по наследству от мамы и вот к ней. То есть получается там вся семья. То есть она ее решила не сдавать? Она ее никогда не хотела сдавать, потому что там все, все семейное. Ну хорошо, решила и решила. И тут ей посчастливилось, как она сказала, и она встретила бывшую коллегу с работы. Вот. Та порекомендовала свою дочь, и они как раз искали с мужем квартиру для покупки, потому что всегда жили на съемной. Так. И как раз Галина Владимировна поделилась с этой информацией, то, что она собирается продать эту квартиру. Ну и решили договориться посмотреть ее. Пришли, договорились, посмотрели, всех все устроило. И они, судя по всему, скачали договоры с интернета и подсунули ей договоры о задатке. Которые даже не имея срока выхода на сделку, не имея срока выхода на сделку вообще. Подсунули ей 50 тысяч рублей. Так, секунду, подожди, давайте поподробнее. Во-первых, что значит скачали из интернета? Ну, потому что это договор о задатке, когда мне... Я не вас спрашиваю, ответчик. Это договор о задатке, когда мне показала Галина Владимировна, самый обычный, он даже никем не заверенный, понимаете? А вы считаете, он должен быть заверен кем-то? Ну, вообще... Нормальная практика при покупке квартиры составляет соглашение... Возможно, но там же должно быть число указания даты выхода на сделку, понимаете? Вот он сам просто романтик. То есть, это предварительный договор купли-продажи был? Да, соглашение о задатке. Смешанное соглашение о задатке. Я вас спрашивал о чем-то, ответчик. Извините. Вы почему со мной хором разговариваете? То есть, не было никакого указания даты выхода на сделку. Они и дали 50 тысяч рублей в качестве задатка, хоть здесь они свое слово издержали. Есть документы? Давайте я сразу хотя бы посмотрю, что там. Пожалуйста. Так, то есть, предварительный договор купли-продажи был заключен. И срока заключения основного договора не было указано. Нет, не указано вообще. Галина Владимировна, она, как я понял, даже не смотрела на этот договор. А задаток сколько? 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Так. Для пенсионерки, сами понимаете, сумма это довольно-таки внушительная. 50 тысяч рублей. А цена квартиры сколько всего? Цена 7 миллионов 450 тысяч рублей. 7 миллионов 450 тысяч рублей. Так, сколько комнат в квартире? Двухкомнатная. Две комнаты. Ага. Так. Вот. Но взамен, не то что взамен, они ей тут же на горячую, скажем так, попросили ее пожить в этой квартире до выхода на сделку. Потому что там, где они снимают квартиру, арендодатур их попросил выселиться, так как он продает эту квартиру. Галина Владимировна, естественно, без задней мысли, потому что люди знакомые, тем более не какие-то с улицы, решила довериться, ну и пустила их квартир. Тем более выход на сделку они подтвердили суммой. Тем более сумма 50 тысяч рублей. С тех пор прошло уже 5 месяцев. И никакой вообще речи выхода на сделку, я вам скажу, даже близкой нет. Не правда, ты сам знаешь. Ну конечно, не правда. Еще бы вы сказали, что это правда. Не переговариваемся. Я вам так скажу больше, они даже не оплачивают коммунальные услуги элементарно. Представляете? То есть, получается, Галина Владимировна, конечно, только вчера, когда до суда дело дошло. Они, значит, отдали 50 тысяч в качестве задатка, предварительный договор подписали. И их пустила туда Галина Владимировна пожить. Да, по своей воле, по своей воле сама. Я молчу, ваше честь. Пожить до сделки, так как квартира все равно пустует. То есть, 5 месяцев прошло. 5 месяцев прошло. Договор основной так никто и не заключает. Даже им и не пахнет. Ответчики живут в этой квартире, пользуются коммунальными платежами, но коммунальные платежи оплачивает как собственник Галина Владимировна. И договора основного купли-продажи до сих пор не заключен. Так. Я вам так скажу больше, у Галины Владимировны пенсия 8 тысяч. С этих 8 тысяч она оплачивает коммунальные услуги. В месяц почти 6 тысяч рублей за этих людей. Ладно бы она хотя бы сказала, понимаете. Она даже не оплачена на самом деле, потому что мы обещали. Да прекратите вы бубнить-то или нет, ответчик. Я не слышу исцазь за вас. Но это наглая ложь, Ваша честь. Тетя до последнего, понимаете, молчала об этой ситуации. Она даже им звонила, уточняла, когда будет выход на сделки, почему вы не оплачете коммунально. Знаете, что они не сказали в ответ? Да как вы имеете право, как у вас позволяет совесть вообще на нас давить? Они и начали капать на мозги. Я сейчас удовлетворю иски, я даже вас слушать не буду. Ваша честь. Я не буду вас слушать, я вам еще раз говорю. Я вам слово давал. Я сказал, ответчик, пожалуйста, ваша позиция. Вы слышали это от меня? Нет, ваша честь. Вы от меня это слышали? Вот когда услышите, тогда и откройте рот. А сейчас молчите, стойте. Они начали лепить левые отговорки. Мужа уволили с работы. Надо менять успокоительно. Мужа уволили с работы. У нас сломалась машина. Мы все переболели. Мы финансово не можем ничего сделать. На самом деле, я вам так скажу, ваша честь. У них депозит, который они не хотят трогать досрочно. Проценты у них сгорят, если они его снимут. Понимаете? То есть денежные средства, которые они планировали потратить на покупку квартиры, они лежат на депозите. То есть они хотят получить с них проценты, и только после этого заключить договор купли-продажи. Не факт, что они собираются заключить договор купли-продажи. Ну, прекрасно себя чувствуют, бесплатно проживая в квартире. Уже 5 месяцев. Вы, понятно, просите, значит, их прекратить им право пользования квартиры, вынесли их из этой квартиры, взыскать с них за 5 месяцев коммунальные платежи. 28 290 рублей. А что такое арендная плата? Арендная плата... 200 тысяч вы просите. Это то, что они проживают в этой квартире, естественно, незаконно. По средней стоимости, стоимость аренды этой квартиры в месяц составляет 40 тысяч рублей. Соответственно, мы умножаем на количество месяцев, которые они там проживают, 5 месяцев, получаете 200 тысяч рублей. И в первую очередь выселение этих негодяев, этих тварей из этой квартиры... Вообще, вообще, как вы оказались? Так, успокоились представители ЦАО. Как вы вообще 40 тысяч за такую квартиру? Ну, хоть вы-то проявите благоразумие. Вообще, честно, он бессовестный человек-обманщик, допросует тетушку, вспомнил только, когда дело дошло до квартиры. Ну, как так можно? Так, значит, вы просите вот эти арендные платежи. Арендные платежи 200 тысяч рублей, исходя из средней рыночной стоимости. Но договоренности о том, что будут ответчики оплачивать аренду, изначально не было. Как и в договоре, там прописано без указания срока. Так, значит, Ольга Леонидовна. Да, Ваша честь. Ваше отношение к иску? Ваша честь. Пожалуйста, солируйте. Мы с моим мужем, Олегом Викторовичем, полностью против всех претензий, которые предъявляет Алексей. А на основании чего вы в квартире сейчас живете? У нас есть договор, он уже у вас на руках. Там все прописано. Какой? Предварительный договор купли-продажи. Деньги мы внесли. Какие? 50 тысяч рублей в качестве задатка? А проживаете почему в квартире сейчас? Потому что мы с Галиной Владимировной... У вас чем-то это предусмотрено договором? Нет, мы договорились с ней. Она очень добрая души человека. Она просто вошла в наше положение, потому что... Не на пять месяцев. Как я сказал? Подожди, молчи, пожалуйста. Я практически молчала, когда ты говорила. Да что вы говорите? Вот помолчи, пожалуйста. В итоге мы болели, это правда. Потом отправили на неоплачиваемый отпуск. То, что вы болели, я понимаю. Вы почему даже коммуналку не оплачиваете? У нас еще машина сломалась. Вы коммуналку почему не оплачиваете? Меня не интересует ваша машина. Мы собирались сейчас оплатить вообще-то. Когда? Вот сейчас на этой неделе... Перед судом как раз это дело дошло? Нет, перед судом, да, мы получили счет. И то, что, между прочим, Алексей говорит, что якобы оплачивали с пенсии, это все неправда. Они не оплачены до сих пор, потому что мы обещали Галине Владимировне, что оплатим сразу же, как только сможем. Ага, да, конечно. Вы много чего обещали Галине Владимировне? Там правда есть 28 и 290 рублей. Вы еще обещали договор с ней заключить основной. И когда собираетесь это сделать? В следующем месяце у нас с ней тоже договоренность, между прочим, о которой Алексей тоже знает, что мы в следующем месяце, 20-го числа, будем полностью оплачивать всю сделку и выйдем на нее. Я еще понимаю, вы пришли бы в суд и сказали бы мне, договор мы заключили. Вы же получили повестку за две недели до судебного заседания. Можно было бы совершенно спокойно заключить за это время основной договор, оплатить коммунальные платежи. Вы не сделали ни того, ни другого. Сейчас у нас как раз все средства, которые мы должны на выплату квартиры... Вы удобно устроились. Вы жили на съемной квартире. Вас Галина Владимировна по своей доброте душевной пустила жить в квартиру бесплатно. За аренду не платите, за коммунальные платежи не платите. В договоре срок не указали. Согласно закону у вас есть год. Вот так устроились. Ну, свои интересы у Алексея, вы что думаете? Он просто так сейчас пришел сюда и решил отвоевывать квартиру. У него одна квартира, вторая, третья, которую он тоже знает. А вы завидуете ему, что ли? Я не завидую. Что вы думаете? Он решил, что мимо него квартирка-то в Москве уплывает. Просто так? Да, так у вас тоже могла бы быть уже эта квартира, если бы вы заключили договор купли-продажи. Мы все и будем оплачивать. Но мы почему-то этого не делаете. Все, у меня больше нет вопросов. Ваша честь, у нас договоренности. Нервов не хватает, уже дальше это сложно. Нет, вы понимаете? Все это удаляется для принятия решения. Он должен обманщик. Далее в программе. А если я полгода буду, ваша честь, болеть, кто мне кормить будет? Кто мне будет еду покупать? Сам себе? Как? Мужчина избил лучшего друга, когда тот отказался возвращать долг. Но жертва утверждает, он не брал денег и требует с обидчика кругленькую сумму за нанесенные травмы. Драку заказывали, да? А мы не заказывали, ваша честь. А вы не заказывали? Мы вообще ни разу не заказывали эту драку. Парень проиграл в настольную игру и должен был прикинуться брошенным любовником на чужой свадьбе. Но невинный розыгрыш превратил свадьбу в настоящее побоище. Я вас выкурил с квартиры, понятно? Понятно, вместе с вами мужем инвалидом порывал. А ты хоть пришел хоть один раз к ней? Все, молчи, никуда. Между прочим, мы хотя бы созванивались, подбадривались. А ты даже не пришел. Ой, господи, прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Заявленный иск удовлетворить частично. Признать ответчиков, не приобретшими право пользования жилым помещением. Выселить ответчиков из занимаемого ими жилого помещения. Зыскать с ответчиков оплату коммунальных услуг за прожитый период в сумме 28 290 рублей. В удовлетворении требований о взыскании платы за найм квартиры по среднерыночной цене отказать за необоснованностью. При этом суд указывает срок выселения 10 календарных дней. Поскольку ответчики признают, что проживали в квартире на протяжении 5 месяцев и пользовались всеми коммунальными услугами, считая себя уже собственниками квартиры, то суд обязывает их выплатить истец и стоимость коммунальных услуг за период проживания. Но суд отказывает в требовании о взыскании платы за найм, поскольку таких договорных отношений между сторонами не возникло. Из квартиры ответчики в 10-дневный срок выселяются. На заключение основного договора купли-продажи у вас есть еще 7 месяцев. Поскольку договором не предусмотрено, по закону 1 год всего дается. Значит, если истец откажется от заключения договора, то она обязана будет вернуть задаток, но в двойном размере. Если ответчики откажутся заключать этот договор, то задаток 50 тысяч рублей остается у истеца. В любом случае, эти 7 месяцев, если ответчики не заключают договор, то истец может пользоваться этой квартирой по своему усмотрению, в том числе уже за деньги сдавать в найм. Понятно? Да. Понятно. Это все дело закрыто. Наконец-то эти нелюди оставят мою тетю в покое и съедут с квартиры. Ну и коммунальные платежи возместят. Думать надо. Раньше заботиться о своих родственниках. Раньше. Ну, а квартира за практически 7,5 лямов, возможно, будет наша. Внимание! У мошенников новые схемы обмана. Я понимаю, там в электричках кошельки воруют, планшеты, но чтобы мужчину уводили. Разоблачение здесь. Ваша честь, мне тоже хочется хорошо выглядеть, а он мне вообще денег не дает. У любовника попросили. Дела судебные. Деньги верните. Я им говорю, добавьте, а они не добавляют странные люди. Смотреть обязательно. Истец требует возместить вред здоровью и компенсировать упущенную выгоду. Ответчик иск признает частично. Не согласен с суммой компенсации. Пожалуйста. Валерий Федорович, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу суд обязать ответчика, моего бывшего друга, выплатить мне за вред, нанесенный мне, моему телу. Вашему здоровью, да? Да, моему телу и здоровью, конечно же, посмотрите на меня. При каких обстоятельствах вы получили вред здоровью? Ну, я же проходил мимо дома, ну, шел, гулял. И непонятно, то ли снег там чистили, то ли что-то, ремонт какой-то в доме шел. В общем говоря, мне на голову с дома упал камень. Прям в голову впился сюда. Ну, в общем, меня в скорую увезла, разрезали, вытаскивали камень. Здоровый такой был. Валерий, ты настолько неудачник, что даже камень хотел тебе. Камень хотел меня ударить. Когда я буду слушать вас, вы мне все расскажете. А сейчас я слушаю. Истца. Продолжайте. Так вот, продолжай. Камень вам на голову упал? Да, камень на голову упал. К чему я все это говорю? Мне в больницу-то привезли, все, вытащили камень. Ну, голова чуть-чуть покружилась, чувствовала себя нормально. Он у вас в голове застрял, что ли? Да, вытаскивали, мне разрезали прям кожу, выбривали вместо этого. Ну, сейчас уже, конечно, заросло немножко, не видно. Так вот, к чему я это все говорю? Я все чувствовал себя нормально, все прекрасно знаю, помню. Но мне кажется, что все-таки частичная память у меня есть в потере. Потому что, когда он ко мне пришел... Просто надо было валер камень там это оставить, выбривать. Так вот, он пришел ко мне и говорит, что я ему должен денег. А я не помню этого, правда, говорю, вообще не помню. Я помню все. Но чтобы я ему должен был, да тем более, представляете, полляма, полмиллиона рублей. Зачем мне такие деньги нужны? Ну, ладно, думаю, хорошо, если даже... То есть вы после падения камня все помните, но о том, что должны полмиллиона, напрочь забыть. Вот, я не помню. Так я ему говорю. Ладно, хорошо. Какой камень избирательный. Я бы за такую сумму денег расписка-то нужна. Он говорит, никакую расписку мы не писали. Ты сказал, что дружбаны и тому подобное. То есть расписки вам не предъявили. Ну, а какая расписка между друзьями? Конечно нет, расписки. Ну, я понимаю, ну, друг-друг, он не будет обманывать? Еще подумал. Тогда я купил себе машину, там, не знаю, телефон дорогостоящий. Да ладно даже, брюлики своей девушке купил бы. Лера, да ты их заныкал или проиграл. Зачем мне заныкли? Ответчик штраф тысячи рублей. Или убирать их куда-то. Я бы их лучше потратил бы на девушку или съездил бы куда-нибудь. Какую девушку? Ответчик штраф еще тысячи рублей. Так вот, Ваша честь, я ему сказал, что это полное лохотронство, и ты меня развести хочешь. Так после этого как раз вот он на меня и набросился, и сбил и руками, и ногами, по челюсти он, по голове, все. У меня даже сотрясение мозга, понимаете? Когда я встал еле-еле, вызвал скорую. Скорую меня забрала, я две недели там проторчал. Так. У меня сотрясение мозга, рука правая моя, рабочая, она еле шевелится у меня. Вот. И сколько? Шея болит, да. У вас заявлено 92 тысячи 200 рублей. 92 тысячи. Как вред здоровью. Из чего они складываются? Ну вот, смотрите, во-первых, еще 800 стоит сутки лежать в больнице. Какой? В платной больнице, конечно. В платной? В платную? В платную не обратился. Ответчик еще штраф тысячи рублей. У вас ручка есть? Вот, записывай, больше еще будешь должен. Записывать штрафы, суммы, сколько вы должны государству? На выходе заберу, ваше число. Память у вас, надеюсь, хорошая? Пока, да. Камень не падал. То есть вас, значит, ответчик избил за то, что вы не помните о долге в 500 тысяч рублей. Он набросился на меня с верюга. Но вы лежали в платной больнице? Именно. В коммерческой клинике? Конечно. Тысяча сколько? Тысяча 800 стоит только, чтобы в сутки пролежать? Так, и сколько вы там пролежали? Я две недели, считайте, там пролежал почти две недели. Остальные? На 25 тысяч 200 рублей. Остальные расходы? Остальные расходы, это анализы сдавать, КТ, материалы даже для всего этого, понимаете? Естественно, в коммерческой клинике это тоже все платное. Это стоит, и все платное, и очень дорого. А почему не в государственной лежали? Ну, понимаете, на что успел, туда и приехал. И еще с другой стороны, что мне в бесплатной поликлинике сделать нормально? Здесь меня собрали, я буду знать точно, что я буду цел и здоров, что мозги мои на месте будет, рука будет нормально функционировать. Вы считаете, в городской больнице вас бы не собрали? Ну, я не знаю, сейчас там большая заполненность. Лучше, конечно, в платную, там поменьше народу. Но вы же с экстренной помощью, правильно? Ну. Плановая, возможно, сейчас отложена, но вы с экстренной ситуацией. Ну, все равно, как бы говоря, хотелось сразу... Так, хорошо, вы, это ваш выбор, вы выбрали... Вот, и поэтому 92 тысячи выше 200 рублей. Давайте мне все подтверждающие чеки. А, вот, пожалуйста, тут вот есть все документы. С этим более-менее разобрались. Упущенная выгода. Вам заявлено в сумме 150 тысяч рублей. Это что вы упустили? Ну, я же занимаюсь частным извозом, ну, таксистом работаю. А, вы таксист. Да, да, да. И у меня примерно минимум выходит 50 тысяч в месяц. Но так как он меня избил всего до полусмерти, так я не мог работать, ну, и сейчас не могу работать. И как минимум месяц еще не буду работать. Мне врач сказал, что как минимум месяц, ну, рука и нос будут заживать. А если не заживу... Все документы подтверждающие, во-первых, что вы работаете действительно в такси. Да, да, да. И вообще ваш доход что-нибудь подтверждает? Ну, доход тут не подтвердится, ваше честь, потому что, во-первых, деньги то наличными платят, то там переводят на карту, как бы говоря, не всегда. И поэтому точную сумму... Нет, если у нас сейчас запрещен такой частный извоз. У нас сейчас все работают через агрегаторов. Ну, где через агрегаторы? Взять выписку о том, сколько вы получаете, сколько вам перечисляет агрегатор в месяц, я думаю, проблем никаких нет. Где выписка? Ну, не получается, потому что я всю сумму денег не могу показать. Раз в неделю, пятницу вечером, когда большой спрос. Ну, почему? Не только по пятницу. Из чего должен сделать вывод о вашем заработке? Ну, потому что у меня в большей степени частные клиенты, которые меня вызывают, и поэтому они не платят наличными. Вот так и выходит, ваше честь. Понятно. А сейчас я вот их не могу возить из-за того, что меня покалечили. А если я полгода буду, ваша честь, болеть, кто меня кормить будет? Кто мне будет еду покупать? Сам себе как? Так, ну, понятно. Значит, пожалуйста, вот теперь, Вячеслав Николаевич, можете рассказать. Ваша честь. Что произошло? Во-первых, что это за долг 500 тысяч рублей, из-за которого вы избили из ЦАР? Ваша честь, конфликт был. И почему такая существенная сумма, как вы утверждаете, вы дали ее в долг, почему не составили расписку? Ваша честь, конфликт был, но не более того. Драки никакой не было. Я не бил его ни ногами, ни руками. Конфликт произошел. Деньги он брал. Он брал, ваше честь. Он просил. А чем подтверждается это, что он брал у вас деньги? Ну, это на честном слове. Мы как бы, друзья, договорились по-человечески, что я дам в долг, он вернет в определенный срок. По-человечески? Это как раз с распиской. И по-человечески, и по закону. Ну, какая может быть расписка между лучшими друзьями, ваше честь? На 500 тысяч рублей? Какими лучшими друзьями? Ваша честь разведы сделает лучший друг. Я понимаю. И деньги немалые. Но я как бы доверился человеку. Как не может быть расписки? Вот это вот вопрос лучше звучит. Валерий Позарев. Понимаете, без расписки вы можете отдать только те деньги, с которыми вы готовы проститься навсегда. Ну, так получается, что получается, я с ними и простился. Практика судебная об этом говорит. Понимаете? Да я понимаю ваше честь. То есть деньги вам, значит, из-за потери памяти истец отказался возвращать. Вы поняли, что вы их не увидите, да, что дружба между вами кончилась. Вы решили получить сатисфакцию в той форме, что избили истца. Правильно? Я его не избивал, ваше честь. А что с ним произошло? Почему у него перелом руки, вот это вот горло, ой, это шея, нос? Потому что он садист, ваша честь. В больнице он пролежал две недели с этим. Что с ним случилось, если вы его не избивали? Ваша честь, я еще раз объясняю. Конфликт был, но драки никакой не было. Во-вторых, он первый на меня напал. Как же не было? Куда на тебя нападать? Ты посмотри, бугай такой здоровый. И на меня еще. У меня рука тяжелая, возможно, я мог его сломать. Вячеслав Николаевич, мы о чем сейчас говорим, он не о приговорах на руках в отношении вас. Приговор за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ваша честь, я частично согласен. Я помогу, возмещу ему. Но не ту сумму, которую он назначил, понимаете? То есть вы иск признаете в части? Частично, конечно. Я ему ударил. Я сломал ему нос. Но руку, я даже, боюсь, затрудняюсь, где он мог ее сломать. Ты же мне и сломал своей ногой. Про шею я вообще молчу. Я видел выписки. Рука у него ушиб. Нос сломан. Но шея точно не повреждена. Может быть, это в медицинском заключении нет, но после этого я очень плохо стал шею двигать. Валера. Конечно, водителям как можно работать? Я не могу нормально поворачивать. Валера, камень точно шею твою не сломает, понимаешь? А рука твоя почти сломала. Вячеслав Николаевич, есть приговор в отношении вас. Вы уже признаны виновным в причинении легкого вреда здоровью, умышленно, заметьте, ИСЦУ. Мы сейчас рассматриваем исключительно правовые последствия, гражданско-правовые последствия вашего преступления. Да? Вы говорите, что вы готовы возместить часть... Да, конечно. В качестве оплаты лечения... Да я даже готов взять руку, которую я не трогал, понимаете? Какую руку вы готовы взять? Ты же ее... Ты трогал мою руку. Ты ногой ее пинал. Он, может, повредил ее при падении. Он вам свою руку не предлагает. Ни сердца, ни руку. Сколько вы готовы ему возместить в счет возмещения вреда здоровью и упущенной выгоды? Упущенной выгоды 15 тысяч. 15 тысяч в счет упущенной выгоды. Так, и? И материально-учебное лекарство 35 тысяч. 35 тысяч рублей. Но не более. То есть в общей сложности 50 тысяч рублей. А кто остальные будет деньги отдавать? Это вы готовы... В этой части вы иск признаете. Да. Готовы ему добровольно эти денежные средства возместить. В большем объеме не согласны. Нет, конечно. Не согласны. Ваша честь, я не согласен за такую сумму. Я потратил столько денег на лечение, и вот так вот он мне такую сумму. Ты мне должен все выплатить за моральный ущерб и компенсацию за физическое нанесение. Так, Валерий Федорович, значит, еще раз даю вам вопрос. Есть документы, подтверждающие ваш постоянный заработок в месяц 50 тысяч рублей? Нет, конечно, к сожалению. Нету. Весь, все медицинские услуги вы получали в коммерческой клинике, хотя могли их получить в городской больнице, по полису обязательного медицинского страхования. Все верно? Верно, конечно. Все верно. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Драку заказывали, да? А мы не заказывали, ваше честь. А вы не заказывали. Мы вообще ни разу не заказывали эту драку. Парень проиграл в настольную игру и должен был прикинуться брошенным любовником на чужой свадьбе. Но шутка не удалась. И ее последствия разбираются в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчика в пользу истца в счет возмещения материального вреда, причиненного здоровью, 35 тысяч рублей, в счет упущенной выгоды 15 тысяч рублей. В остальной части иска отказать. Истец, если и имеет заработок, то непостоянный и документально неподтвержденный. Поэтому требования о взыскании упущенной выгоды суд считает необоснованными. Расходы на лечение подлежат взысканию с виновного лица, но лишь в том случае, если медицинские услуги не могли быть оказаны бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Истец сам выбрал лечение в платной клинике, хотя все пройденные им процедуры и анализы мог получить в государственной клинике бесплатно. Поэтому ответчик не обязан ему компенсировать данные расходы. Ну, не надо тут расстраиваться, что так бы отказали в иске, а вы признали слишком скоропостижно, да, и поэтому 50 тысяч будете платить, поскольку у иста в любом случае сохраняется право на компенсацию морального вреда. Вот считайте, что вы этими денежными средствами моральный вред ему возместили. Я согласен, Ваша честь, согласен. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Не, конечно, мало денег. Ну, хоть что-то я смог выиграть. И вообще этого психа, наверное, стороной буду всегда обходить теперь. Так и быть, готов оплатить материальный и моральный ущерб, пусть подавится. Обидно то, что лучший друг оказался гнилым человеком. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Я прошу свое, мне чужого не надо. Если вы не можете вернуть свои деньги. Деньги он мне давал. Просто глупо было отказываться. Да ты и ни от чего не отказывался. Только снегоуборочная машина. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод. Как ты такой? Да радуйся, что я только машину, а не башку твою разбила. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Помиритесь, взгляните на мир по-другому. Это бесплатно. Истец требует компенсации материального ущерба и морального вреда. Ответчик с иском не согласен. Уверен, что не должен нести ответственность за случившееся. Пожалуйста, Истец, кто начнет? Давайте я, Ваша честь. Пожалуйста, Михаил Сергеевич, я вас слушаю. Обосновывайте свой иск. Смотрите, Ваша честь. Мы два месяца назад с моей женой Линей поженились. Но у нас свадьба полностью сорвалась. А что произошло? Мы полгода готовились к этой свадьбе. Потратили сколько усилий, сколько денег. Родители помогли. Я кредит взял на 300 тысяч рублей. Приехали, все, встречают нас в ресторане. Сели, тост второй за невесту, за жениха. Горько подняли тост за родителей. Значит, слушаем, все хорошо. И тут вбегает вот это вот с букетом цветов. Подбегает к моей жене. Кричит, не бросай меня, я тебя люблю. Только не уходи. Лезет к ней целоваться. И меня пытается оттолкнуть. Представляете, все у меня на глазах. Жена стоит, глазами хлопает, не понимая, что происходит. Я этого, значит, за шкирку оттаскиваю. Супруга тоже пытается меня, что ли, сдержать. Я подумал, что они с ним заодно. Что она его защищает. Значит, жену оттолкнул. Этому ответчику, да. По лицу ударил на меня тесть, значит, налетел за супругу, на тесте брат. Началось то, что называется, ваша честь, драку заказывали, да? А мы не заказывали, ваша честь. А вы не заказывали. Мы вообще ни разу не заказывали эту драку. Столы полетели, ну, все со столов. Торту даже не попробовали кусочка. Весь торт. Платье свадебное, а мы его на заказ сделали, ваша честь. Денег угрохали. Вот. Платье испорчено. Музыкантам провода оторвали, микшер сломали. Вот. Вот в этой драке приехала полиция, да, то есть вызвали полицию. Вот протокол, ваша честь, тоже здесь вот имеется. Написали, что зачинщика драки установить не удалось. Ну, а как не удалось? Причем, самое интересное, ваша честь, все до приезда полиции, его искали, он под столом прятался. А кто дрался? Ваши гости? Ну, и не только гости, и родственники наши. Ну, родственники. Получилось, передрались все. Кто не понял ситуации. Ну, кто не понял, да, ситуации. Вы уже вот этот ущерб, я смотрю, вот это музыканты, поломанная мебель в ресторане, вы это уже все возместили. Так, какая общая сумма-то получилась? По-моему, 1 миллион 535 тысяч. 536 тысяч. О, полтора миллиона, наломали. Да. Нормально. Это не наломали, там ущерб был на 200 с чем-то, там просто имеются в виду затраты на свадьбу, которую мы считаем, что должен возместить вот этот вот. И плюс, да, тот ущерб. Все, все затраты на всю свадьбу. Совершенно верно. Мы считаем, что да. Поймите нас, Ваша честь, наша свадьба, она сорвана. Никакого праздника не состоялось. И мало того, что мы вложились в эту свадьбу, потому что мы оплатили ресторан, банкет, музыкантов. То есть торжество свадьбы вам испортили полностью. Ее сорвали, испортили, да. Помимо этого, помимо вот этих наших вложений, нам пришлось оплачивать еще ущерб ресторану, потому что была побита посуда. Да, я вижу в списке предоставленных. Испорчена мебель, аппаратуру музыкантов. Этот весь ущерб мы тоже возмещали. Да, вот действительно там все это есть на сумму 178 тысяч. Ваша честь, мы... И вы считаете, что все это по вине ответчика, да? Не появится на вашей свадьбе, ничего в этом не было. Все было бы хорошо. Ваша честь, поймите нас, пожалуйста. Мы считаем, да, что полностью ущерб со всей стоимости свадьбы должен возместить ответчик. Потому что его провокационные действия сорвали нам свадьбу и лишили нас праздника. Ни муж, ни я, никто из наших родственников такого отношения не заслужили. Мы к этой свадьбе полгода готовились, представляете? Полгода. Я с детства о свадьбе мечтала, как любая девочка. У меня сценарий был. Я до сих пор успокоиться не могу. Да, ваша позиция понятна. Неделю прорадала. Вот. Поэтому мы считаем, да, что должен быть еще и компенсация морального ущерба. Морализация. В размере 300 тысяч, да. Ваша честь, мы просим удовлетворить наш иск на возмещение всего ущерба. Да, я помню. Иск поддерживается. Всешно наш квадрат. Так, пожалуйста, Денис Валерьевич, ваше отношение к заявленному иску. Ваша честь. Признаете исковые требования? Я, естественно, не признаю эти требования, потому что считаю их абсолютно неправомерными и никакие деньги я выплачиваю. Давайте начнем с того, почему вы появились на свадьбе с букетом цветов и что там попросили вас не бросать пистицу. Это, что это было? Да, Ваша честь, я расскажу. Пожалуйста. Мы с друзьями собираемся вечерами, и вот так повелось давно уже традиция, играем в настольные игры, ну, вроде мафии и там всего прочего. И решили в какой-то момент повысить ставки. Ну, в смысле, не на деньги сыграть, а на интерес, скажем так. И начали придумывать разные забавные задания. Вот не так давно нужно было проигравшему пробежаться голым по торговому центру. Ну, все нормально, то есть мы никому вред никакой не причиняем, просто веселье пробежался человек, все повеселились, пофотографировали и все. И в одной из таких игр было задание, если проиграет девочка, то прийти на какую-то ближайшую свадьбу в ресторан и признаться в любви жениху. Если парень проиграет, то невесте. Ну, и тут же, естественно, признаться, что сказать «я тебя люблю», пум-пум-пум, и тут же признаться, что это шутка, розыгрыш и как бы такое и для нас азарт, и милая какой-то розыгрыш, воспоминания для свадьбы, скажем так. Да? Вы так считаете? Ну, да. По крайней мере, все должно было быть так. Ну, вот ваш розыгрыш чем закончился-то. Ну, понимаете... Даже пробежаться голым по торговому центру, я вам хочу сказать, что это административное правонарушение. Вы, вот, играете в свои игры и подставляете проигравших под статьи административного, возможно, даже уголовного кодекса, да? Это у вас игры такие. Хорошо, если вы свои судьбы, а извините меня, сломать судьбы. Где вы такие игры-то нашли? Ну, вот так вот. Сами придумали. И вы выбрали случайную... Вы проиграли, я так понимаю? Да, я был проигравшим. А вы проиграли. И вы выбрали совершенно случайную свадьбу. Как вы нашли? К чему именно к истцам решили прийти? Ну, смотрите, у нас возле дома есть пара ресторанчиков, и как раз выходной день был. Я проиграл, мы пошли с ребятами, смотрим, у одной кафешки там гости стояли, машин много, все в ленточках, внутри кричат «Горько-горько». Ну, естественно, мы поняли, что там свадьба. Я зашел, на входе в вазах стояли цветы, я взял первый попавшийся букет, подошел абсолютно безобидно, подошел к невесте, вручил букет, сказал «Я тебя люблю». И только я начал говорить о том, что поздравляем вас со свадьбой, это розыгрыш, ля-ля-ля, тут же подбежал истец, тут же вытолкнул меня жена его невесты. То есть... А ничего, что я рядом стоял, как я могу быть без невесты на свадьбе, вообще о чем говоришь? Ты когда врешь, не завирайся. А вы не врете, когда говорите, что я это все сломал, что я все разбил, понимаете? Денис Валерьевич, это вам повезло, что вы не на Кавказскую какую-нибудь свадьбу попали и такое заявили. Ну, понимаете, кто как воспринимает розыгрыши и... Послушайте, я, во-первых, значит, я не услышал пока ни одного довода, почему я должен отказать из сам в иске. Почему я должен им отказать? Разрешите, я продолжу. Пожалуйста. И истец, собственно, сразу же после того, как меня оттолкнул, невеста к нему подбежала, и он подумал, что мы в каком-то сговоре находимся, и он тоже очень грубо с применением физической силы оттолкнул, начал на нее кричать матом. Тут, как я понял, подошел отец невесты, который понял все происходящее и начал ему объяснять, что это просто розыгрыш, шутка, и надо как-то попроще его все воспринимать. Но истец уже был, скажем так, подгулявший, и отцу невесты он дал по морде, и тут началось со стороны невесты толпа. Подождите, давайте я расскажу, как есть. А чего как есть? Я с тобой берусь, и ты в этот момент все это видишь. Я не слышу ни одного довода, почему я должен отказать в иске. Логика, понимаете? Не появись вы там с букетом на этой свадьбе, все бы нормально отгуляли бы, и свадьба бы не сорвалась. Ваша честь, я всю эту... Вот я логическую цепочку как бы вот вижу. Спасибо, Ваша честь, спасибо. Смотрите, моя... Потому что отсутствие мозгов и адреналина у вас и у ваших друзей, из-за этого сорвано людям торжество, которое они планировали долгое время, и потратили на это кучу денег. Вот вас не будь в ресторане, все было бы нормально. Понимаете, я не отрицаю то, что розыгрыш, возможно, был неудачным, но та сумма... Вы так считаете, что, возможно, он был неудачным? Он точно был неудачным. Та сумма, которую заявляет истец... А вы чем занимаетесь? Вы студент, работаете, учитесь? Ну, студент. Вы студент? Студент. У вас столько много свободного времени, что вы играете в такие игры? Ну, свободное время всегда находится. Может, на работу какую-то найти, подработку себе в свободное время, если оно есть, нет? Ну, я подрабатываю, все друзья тоже работают. Вы подрабатываете, у вас есть доход, да, какой-то? Ну, просто чего будете возмещать ущерб? Ваша честь, я не собираюсь этого возмещать, понимаете? Я сейчас вам скажу, почему... Но если я вынесу решение, вы их пользуетесь, то куда вы денете? А я пока от вас не услышал ни одного основания, почему я должен отказать из сам выске. Я считаю, что в выске нужно отказать стопроцентно, потому что они предъявляют сумму за весь этот праздник, то есть и за музыкантов, и за торты, и за все, и за все. Но, как ранее сказал истец, я всю эту драку я провел под столом, потому что там за долю секунды начался дикий мордобой. И лично истец ломал, крушил этот торт, портил аппаратуру музыкантов и бил морды всем налево и направо. И подождите, подождите, подождите. Чего вы высказали? Истец, успокойтесь. На камерах все записано. А ты бы не пришел, ничего бы не было. Это какая-то сумма абсолютно астрономическая. Она не астрономическая, она адекватная сумма. По морде никого не бил абсолютно. Им просто, понимаете, если люди сумасшедшие, им даже повод не нужен. Они бы сами без меня устроили бы эту драку. Ну как такое может быть? Просто семья жениха с семьей... Вот если бы они сами устроили эту драку, это было бы на их совести. А вот сейчас в данном случае драка случилась из-за вас. У вас проблемы не только с чувством юмора, но и с логикой. Если вы не можете, уловите это. Но я же не ломал имущество кафе. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Вы что, вы считаете, что я реально должен все это платить? Да какого черта вообще? Миша, Миша, сейчас ничего. Давайте, давайте, еще тут устроите драку со всеми присяжами. Малолетка хренов. Миша. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить частично. Во взыскании материального ущерба отказать. Требование о компенсации морального вреда удовлетворить. Взыскать с ответчиков в пользу каждого из истцов в качестве моральной компенсации за сорванное свадебное торжество по 150 тысяч рублей. Я думаю, что теперь времени на игры не будет. Придется устраиваться на работу, чтобы возмещать причиненный вред. Это все дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Конечно, это не возместит нам испорченного праздника. Но хоть так. И у него теперь будет явно меньше времени на всякие разные глупости. Это ужас. Они все сами сломали, а я должен платить. Дмитрий Агрис. Знаете, такое есть слово «совесть». Слышали когда-нибудь? Николай Бурделов. Вы в суд пришли. Судиться по понятиям или по закону. Здесь ваше сбережение под надежной защитой. Только не наделайте глупости. Он знает, что я вспыльчивая. Но я отходчивая. Я долго ругаться не могу. Ну да, пырнули ножом, потом отошли. Дела судебные. Деньги верните на нашем телеканале. Деньги верните на нашем телеканале.